Добрый день, уважаемые подписчики! Рад вам приветствовать вас на своем канале Релиндсо. Сегодня у нас на очереди последняя часть обзора проекта IngoCoin и сегодня мы с вами поговорим непосредственно о white paper данного проекта. White paper это так называемая белая бумага, техническая документация, в которой представлена вся информация по данному проекту, то есть что он себя представляет, какая информация в нем и так далее. Чтобы перейти к white paper, вот здесь находите такую ссылочку white paper, есть еще white paper, это так называемый light paper, в котором представлена сжатая информация по проекту, обычно это одна-две страницы, где представлена вся основная информация по данному проекту. White paper же это максимально собранная информация по проекту, в котором представлено все развитие проекта, вся информация и так далее. То есть видите, что white paper достаточно-таки у нас объемный, включая в себя 57 страниц, здесь у нас содержание с непосредственно ссылками, то есть мы можем выбрать интересующий нас раздел и перейти на данный раздел, чтобы ознакомиться с информацией по данному разделу. Например, как это действует? Смотрим содержание, видим какой-нибудь интересующий нас раздел, например. Интересно нам посмотреть противостояние, о чем пишет криптовалюта с фиатной валютой, то есть как здесь все происходит. То есть здесь представлена схема, например, Стив делает транзакцию, например, через IC Exchange, далее эта транзакция идет в IC Wallet, а потом это все переходит из IC Bank в IC Digital Bank и из этого уже переходит снова в IC Bank и IC Wallet. То есть здесь схематично все представлено. А непосредственно также представлена традиционная схема и так далее. Итак, с любимым вопросом вы можете ознакомиться, то есть который представлен в данном непосредственно white paper. Например, также вам интересная информация по сборам проекта, как они планируют собирать средства и на какие суммы что непосредственно запускать. Например, вот здесь написано, на что будут тратиться деньги при сборе hardcap, то есть оси Arcelotor будет потрачен 3 миллиона долларов, оси CryptoServeer 4 миллиона долларов, ну то есть и так далее. IC Digital Bank будет потрачен 21 миллион долларов. В случае, если будет собран только softcap, hardcap не будет достигнут, будет создан IC Digital Bank 14 миллионов долларов, легализация PR и консультация 3,5 миллиона долларов и так далее. То есть так с каждым интересующим вас вопросом вы можете самостоятельно ознакомиться, посмотреть интересующую вас информацию через содержание. Ну и на этом все. Напомню, что ICO проекты проходят достаточно успешно, а при ICO завершилось, были собраны 40 миллионов долларов. На данный момент проходит основной этап ICO с дополнительным бонусом 25%. Присоединяйтесь к ICO, делайте инвестиции, пусть ваши инвестиции будут успешными. На этом все, спасибо за внимание, всего доброго и до новых встреч!